В эфире «Еда живая и мертвая» – научно-кулинарная программа о том, что вредно, а что полезно. Недавнее исследование в США показало, что каждый поход в кафе или ресторан приносит едоку в среднем на 200 килокалорий больше, чем если бы он остался есть дома. Вообще это важный вопрос. Надо ли тратить время на самостоятельную готовку или можно довериться еде из общепита? Как это отразится на здоровье и фигуре? Профессиональная спортсменка и аниматор на свадебных вечеринках Оксана Раневская в силу своей работы постоянно посещает заведения общепита, но никогда в них не ест. Вот уже много лет она принципиально питается приготовленной исключительно дома едой. Потому что в какой-то мере ты себя дисциплинируешь, ты понимаешь, что ты не имеешь права, например, съесть на ходу булочку или, к примеру, выпить капучино. Оксана старается подбирать свой дневной рацион так, чтобы получалось примерно 2200 килокалорий. И если предстоит выход из дома, то обед, ужин и перекусы заранее кладутся в контейнеры. Ну вот моя дамская сумочка на весь день собрана. Мы решили поменять правила игры и попросили Оксану на сутки полностью отказаться от домашней еды и питаться исключительно в кафе. Что из этого выйдет? Проверим. Многие, конечно, любят общепит. Не только за возможность сэкономить время, но и за шанс попробовать что-то новое. Даже не то, что ты голодный, а просто немножечко отвлечься от этой рутинной, скажем так, постоянной жизни. Но как удержать себя в руках и не съесть лишнего? Выявить возможные обжорные ловушки нам поможет москвичка Галина. Она станет нашей испытательницей, наденет особые очки, которые отслеживают направление ее взгляда. А специалист из лаборатории нейромаркетинга прокомментирует, что происходит. Вроде без стекла как будто бы, да? Там нет стекла, там есть две инфракрасные камеры, которые считывают направление движения ваших глаз. Галина берет одно, второе, третье. Только после того, как на подносе не осталось свободного места, она направляется к кассе. А нет, куда же без десерта? А что вот это вот такое? Глаза разбегаются. И Галина взяла явно больше, чем подсказывал разум. Ну, когда я набирала, все это настолько красиво, настолько аппетитно и вкусно. То есть именно то, что я люблю, и сочетание цвета, и все. Ну, и, конечно, я от десерта тоже не удержалась. А теперь посмотрим запись с очков. Большие круги на экране – те объекты, к которым прикован взгляд. И вот теперь она переходит к выбору десерта. Посмотрите, вроде бы она смотрит на фруктовый салат. Да, она вроде бы собирается выбрать фруктовый салат. Но нет-нет – да и глянет на булочки. Нет-нет – и посмотрит на мучной десерт. Вывод такой. Если хотите не переедать, не ходите туда, где блюда стоят на виду. Так сложнее себя сдержать. В этой ситуации человек всегда закажет больше, чем если строго по меню в отсутствии контакта с едой. Прежде всего, отчасти, потому что мы едим глазами. Владельцы кафе, конечно, специально провоцируют нас на переедание. Не только красиво выставляют еду, но и используют привлекательные запахи – хлеба, кофе, ванили. Нередко искусственно запуская их в систему вентиляции. В ресторанах, где процесс приготовления пищи скрыт, рестораторы иногда используют аэрозоли. Общепит диктует нам и моду на размеры порций. За последние 50 лет средний размер тарелок вырос с 23 сантиметров, примерно до 30. Увеличились и размеры гамбургеров, порций картошки, стаканов с газировкой. Подумайте, как бы вы ели дома, и насколько сейчас эта порция больше среднестатистической порции, которую вы съедаете дома. И отложить сразу половинку. А медики из Гарвардской школы общественного здоровья уже третье десятилетие ведут наблюдение за пищевыми привычками почти 100 тысяч мужчин и женщин. Со временем выяснилось, что у тех, кто регулярно обедает и ужинает дома, на 14% ниже риск диабета второго типа. Это если сравнивать с теми, кто ест дома не более двух раз в неделю. Причем ужины в этом смысле имеют более сильный положительный эффект. Те, кто только обедали дома 5-7 раз в неделю, имели показатели на уровне 9%. Если же человек столько же раз оставался дома на ужин, то его шансы повышались до 15%. К тому же все люди, которые ели дома 11-14 раз в неделю, снижали и риск развития ожирения на 40%. Медики объясняют, дома в среднем меньше вероятность съесть много жирного, жареного, сахаросодержащего и больше вероятность закусить овощами, фруктами, крупами, молочными продуктами. Хотя это, конечно, у кого как. Ну а что там наша героиня Оксана? Обычно она питается домашней едой, а ради эксперимента ела весь день только в общепите. На завтрак был скромный блинчик с творогом в уличном фастфуде, на обед тоже нечрезмерный бизнес-ланч, переедание подстерегло на ужине. Уж больно опытная попалась официантка. И зеленью больше, да? Да. А, ну все, давайте беру 100%. Проблются оливковым маслом, повторюсь, что он очень легкий, вкусный, и вам, я думаю, очень понравится. Классно, хорошо. Ну то, что 320 калорий, это ничего страшного. Все калории очень полезны, потому что авокадо, огурец. Я тоже думаю. Влиять на его поведение пищевое здесь может обслуживающий персонал. Можно сделать какое-то предложение. Вы знаете, сегодня у нас есть специальное предложение от шефа. К счастью, в результате за день Оксана съела 2250 килокалорий, почти уложившись в свою обычную норму. Она все-таки очень сознательный потребитель. Но мы проверили еще одну вещь. Исследования университета Иллинойса показали, что вне дома мы рискуем поглотить не только больше калорий, но и соли. И анализ блюд, выбранных Оксаной, это подтвердил. Она съела свыше 10 граммов соли. Это вдвое больше того, что рекомендует Всемирная организация здравоохранения. А соль – это ухудшение иммунитета, давление и инсульт. От общепита, конечно, нам никуда не деться. Но лучше посещать его пореже.